Вот, ну, короче, ребята, всем привет нахуй, ну или просто всем привет, мы, короче, опять у замечательного техника, Алексея, вот этого вот, да, который решил сока попить, короче, это лучший техник в Томске, блять, и, блять, ну, как в Москве, кого я встречал, они рукожопой по сравнению с ним, реально, блять, я, конечно, не был, блять, в супермастерских, но, короче, по сравнению с ними, москвичи многие рукожопы ебаные, вот, и, короче, у Алексея тут автомат появился вот такой вот, ну, это просто АК-74Н, сейчас мы про него будем рассказывать, на, держи, Алексей, короче, вот, снимай, в общем, это еще до того, как Ванамас решил пилить свой супер АК, значит, он вроде как в 2009 году, да? Ну, примерно, я точно могу, вот, в общем, ствольная коробка, у нас, насколько я понимаю, ЛЦТ-шечка, снимаем, короче, показываем, крышка боевая, тяжелая, настоящая, гир, не знаю, что это вообще, ну, техник вот стоит, это старый или супершутер, короче, нормальный гир, дует он 150, короче, сам по себе, мощный цимовский затвор, однако, с набит, или у него номер был, блять? Набит номер. Ну, вот, номер, номер нахуярин тоже, да, переводчик огня, цимовый или боевой? Возможно, боевой, не могу сказать, но он тоже какой-то жесткий, он, блять, не похож на цимовский, камеру хопа какая-то, это, этот, провин, ну, да, чуть похоже на то говно, которое у меня, короче, только у меня на них они работают, стальной стволик, вот, и, короче, это ствольная коробка, она ЛЦТ какая-то старая, и, в общем, вот эти все части, они, заново были заклепаны, имеют оригинальные родные номера, короче, вот, то есть, это настоящий автомат был какой-то, ну, учебный, может, блять, может, еще какой, не знаю, вот, планка, вот эта настоящая, короче, вот эта часть настоящая, переклепана, здесь настоящая, короче, газовая трубка, ствол ЛЦТшный, насколько я понимаю, да, вот, остальное все, колодка мушки, блять, дульник, и газовая камера, возможно, тоже, потому что они, они нихуя не похожи на ЛЦТшные, или какие-то еще, ну, немножко присутствует, вот здесь, поснимай, естественно, боевой приклад, вот, там немножко то ли эпоксидка, то ли еще, холодная сварка, скорее всего, еще какое-то дерьмо, ну, блять, люфтов тут просто по определению нету, все, в общем, боевое, нахуй, все пиздатое, и дует он 150, я им еще не пользовался, но, собственно, единственное отличие от ванамасовского, насколько я понимаю, это еще магазин сними, покажи, что там, ну, да, там, блять, как у боевого, сука, ставится, нахуй, короче, вот эта часть, тоже, там глубина, и, блять, видно, что пилены, короче, и переклепаны заново, то есть, понятие люфт в этом автомате просто отсутствует, нахуй, его тут просто нету, блять, вот, защелка, скоба, вот эта вся, короче, вот, единственное, что, как, блять, пистолетная рукоятка, как у Аегов, у всех, как положено, вот, единственное отличие от ванамасовского автомата, это затвор цимовский, да, ванамас у нас любитель попилить, короче, подрочить судьбу, в общем, ну, вот, он взял, выпилил боевой затвор, короче, блять, эту затворную раму с газовым поршнем, там, что-то, блять, прямо видно было, что там выкушено по-жесткому, в общем, чуть-чуть тяжелее будет, если поставить затворную раму и газовый поршень, оно, в принципе, должно встать, вот, вот, ну, это, блять, для фанатов аутентичности, короче, вот, вот так, вот я сейчас держу этот автомат в руках, у меня такое ощущение, что, блять, вот, как последний раз на стрельбище автомат Калашникова держал еще, наверное, вот такой я держал в Северске крайний раз, вот, вот, собственно, для фанатов, любителей и дрочеров на аутентичность, берите пример, если что, в описании, ну, наверное, подскажем, дадим информацию, как это все делается. Еще скажи, что этот автомат не я собирал. Ну, собирал, естественно, не Алексей, он просто у Алексея, Алексея попался, собран он в Томске, там уже найдем информацию, в общем, вот так вот. Короче, всем спасибо.